Приветствую вас, дорогие друзья, на канале OK English. С вами Елена Викторовна. Рада вас приветствовать в своем плейлисте Sound Natural, где мы с вами разбираем популярные обороты разговорной американской речи. И сегодня в уроке номер 30 у нас интересный оборот, который очень часто можно встретить в неформальной речи. Он звучит как I bet. И переводится как спорим. Итак, видите, очень простые примеры, потому что ну как это можно усложнять, друзья мои, если это оборот, которым даже дети пользуются. I bet we're lost. Спорим, мы проиграли. То есть, когда ситуация такая, что ну все, тут даже, как говорится, и спорить не о чем. Но все-таки я хочу поспорить. Мы говорим I bet. I bet we're lost. Обратите внимание, что I bet – это маленькое предложение. Оно будет в предложении более сложном занимать роль главной части и будет у нас еще какая-то предаточная часть. Например, в данном случае we're lost. Как видите, we're lost – это также предложение, есть подлежащее we, есть сказуемое are. I bet he's home now. Спорим, он сейчас дома. He is home now – опять же предаточная часть, которая поясняет глагол bet. Потому что сама по себе связка I bet, спорим, она очень часто все-таки нуждается в каком-то пояснении. Глагол bet предполагает, что далее будет какое-то предложение. Обратите внимание, что можем сразу после bet говорить следующее идущее предложение. Запятые здесь не нужны, но если прям сильно-сильно хочется, можно добавить that и сказать I bet that he is home now. То есть that не воспрещается, но какой-то особой весомой роли that в данном случае не играет, поэтому очень часто оно выпадает. Вообще такие предложения относятся к категории that clause. То есть предаточные предложения, начинающиеся с that, хотя that часто выпадает. Вот такой вот парадокс, друзья. Обратите внимание, что he is home – это не значит, что он является домом. He is home означает, что он находится дома. Можно расширить и сказать he is at home now, но вот в современном английском языке очень часто at, опять же, выпадает. То есть максимальный вариант фразы I bet that he is at home now – укороченный вариант фразы I bet he is home now. I bet he will win the prize. Спорим, он выиграет приз. Опять же, ничего сложного здесь нет, подлежащее he will win – сказуемое дополнение the prize. Ничего такого гениального нет. Еще разочек перечитываем. I bet we're lost. I bet he is home now. I bet he will win the prize. И диалог, который сегодня также у нас очень маленький. Давайте его прочитаем. Where is my wallet? You left it on your desk, remember? I know, but it is not there anymore. I bet Sally took it. What makes you think so? I saw her hanging around your desk when you weren't there. Давайте переведем. Где мой бумажник? Ты оставил его на своем столе, помнишь? Я знаю, но его там теперь нет. Спорим, с Али его взяла. А почему ты так думаешь? Я видел, как она околачивалась рядом с твоим столом, пока тебя там не было. Итак, все, опять же, довольно-таки просто. Ситуация очень такая разговорная. Where is my wallet? Где мой кошелек? Я не могу найти предмет и задаю вопрос. Where is my wallet? Wallet, соответственно, бумажник, мужской кошелек. You left it on your desk, remember? Ты оставил его на своем столе, помнишь? Leave – это оставлять, покидать. Если покидаем какое-то место, we leave a place. Если мы оставляем какой-то предмет, we leave an object. For example, leave a wallet. Обратите внимание, что после left никаких предлогов в английском не используется. You left it. It заменяет слово wallet. Где? On your desk. На твоем столе. Remember? Помнишь укороченный вопрос? I know, but it is not there anymore. Я знаю, но теперь его там нет. I know. Я знаю первое предложение. It is not there anymore. Второе – это пример сложно сочиненного предложения, соединенного посредством сочинительного союза. But. В английском языке перед but можно ставить запятую, можно не ставить запятую. Тут уже кому как больше нравится. Оборот «it's not there anymore» дословно переводится как «он не находится там больше». It's not there anymore. I bet Sally took it. Спорим, Sally его взяла. Спорим. I bet. Вот он наш оборот. И пояснение сразу. На что мы спорим? Sally took it. Sally его взяла. What makes you think so? А что заставляет тебя так думать? What makes you think so? Make somebody do something – это заставлять кого-то что-то делать. Знаем эту связку. Глагол make – после него сразу прямое дополнение. И после этого второй глагол. В этом случае make никогда не переводится как «делать», всегда переводится как «заставлять». Вот что «makes you think» заставляет тебя думать «so» так, таким образом. I saw her hanging around your desk when you weren't there. Я видел ее, ошивающуюся, околачивающуюся возле твоего стола, когда тебя там не было. I saw her. Я видел ее. Теперь мы даем пояснение, какой она была, когда я ее видел. Пояснение даем с помощью причастного оборота, который выглядит как «hanging around your desk». Причастный оборот в английском языке не выделяется запятыми, он начинается с причастия, то есть с глагола в третьей форме или герунди. Hanging в данном случае. Все остальные слова поясняют слово hanging. Hanging around your desk. Околачивающиеся или ошивающиеся возле твоего стола. И вторая часть предложения – when you weren't there. Когда ты был не там или когда тебя там не было, если говорить по-русски. Ну, собственно говоря, вот он наш диалог. Давайте еще разочек прочитаем диалог, а также новые слова, которые нам встретились. Where is my wallet? You left it on your desk. Remember? I know, but it's not there anymore. I bet Sally took it. What makes you think so? I saw her hanging around your desk when you weren't there. И наши слова. Итак, I bet, спорим. Тут, думаю, все должно быть интуитивно понятно. Be lost – это заблудиться или потеряться. Lost – потерянный. Помните, сериал был очень известный. Wallet – бумажник. What makes you think so? Почему ты так думаешь? Что заставляет тебя так думать? Hang around – фразовый глагол. Hang с наречием around – ошиваться где-либо, околачиваться где-то. Ну, вот такой вот очень-очень короткий урок сегодня, друзья. Мы надеемся, он был для вас полезен. Теперь обязательно слушаем наших дикторов. А не еще разочек прочитаю материалы, которые мы с вами разобрали. Я буду с вами прощаться. Меня зовут Елена Викторовна, канал K-English. Следите за новинками. Обязательно оставляйте свои лайки, комментарии. Ждите новых уроков от меня. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Sentence structure number 30. I bet. Examples. 1. I bet we're lost. 2. I bet he is home now. 3. I bet he will win the prize. Dialogue. Where's my wallet? You left it on your desk, remember? I know, but it's not there anymore. I bet Sally took it. What makes you think so? I saw her hanging around your desk when you weren't there. erstes. b li b i o i i o i